Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш. Чтобы хорошо понимать и говорить на иностранном языке, мало просто уметь складывать слова в предложение. В каждом языке, включая нашу с вами, есть устойчивые выражения, которые нужно просто запомнить и активно использовать, чтобы ваша речь выглядела богато. Сегодня речь пойдет о выражениях с глаголом take, взять или брать. Итак, выражение номер один Я надеюсь, что они учтут все, что ты сказал. Выражение номер два Пострадать от чего-то, попасть под удар, как мы говорим, да? Из-за ограничения передвижения в последние два года индустрия туризма пострадала Похожее выражение, но несколько с другим смыслом, если дословно переводится как принять на подбородок. Это про то, что человек стойко выносит удар, то есть какую-то неприятность. Одной из ее сильных черт является способность стойко держать удар. А вот если to take a hint, там буковка N появляется, это уже про то, что человек понимает или не понимает намек. Ну и чел, ну никак не понимает намек. To take the cake Или более британский вариант этого выражения Смысл один и тот же Это быть самым лучшим или худшим в данной ситуации. Выиграть первый приз, либо по дурости, либо за что-то хорошее. А вот как вы будете переводить на русский язык эту фразу, чтобы передать этот смысл. Вот это уже на ваше усмотрение. Давайте рассмотрим пару примеров. Ты взял с меня денег за напиток, который на меня же и пролил. Это что-то неслыханное. Или такого я еще не видела. Видите, то есть смысл, чтобы этот передать, можно по-разному перевести. У тебя есть хорошие песни, но вот это твоя лучшая. То есть из контекста понятно, про плохое вы что-то говорите или про хорошее. Дальше Взять пять или взять десять. Это вообще про то, что человек хочет взять небольшой перерыв, отдохнуть. Который не обязательно, должен длиться ровно пять или десять минут. Народ, мы с вами хорошо поработали все утро. Давайте возьмем небольшой перерыв. Еще одна фраза. Это попытаться кого-то ударить. Какой-то пьяный хлопец пытался меня ударить. Представляешь? Обсуждение состоится на нашем следующем собрании. Эти семинары проходят как в Москве, так и в Питере. Это меняться к лучшему, если с the better, и к худшему, если с the worse. Состояние пациента ухудшилось за ночь. Воспринимать кого-то или что-то как должное, да, вот не ценить. Мне кажется, мой босс меня не ценит. Тут по смыслу можно еще... Или воспринимает мою работу как должное, да? Это захватить дух, перехватить дыхание. Я уверена, вы бывали здесь и раньше, но это место каждый раз захватывает дух. Не так ли? Много здесь коротких частей, в этой фразе их надо запомнить. Это вылить на кого-то свой гнев, стресс, сорваться на кого-то. Мне очень жаль, что вас не взяли на работу, но не надо вымещать все на мне. Сдремнуть. И на сегодня это все. I'm gonna go and take a nap. Увидимся.